Возможно, ты вот-вот минуешь арку. У башни Эйфеля немного постоишь. Я в Благовещенске, в том самом старом парке, где даже не приснится твой Париж. На страницах лирического дневника «Снег в Благовещенске» еще не высохла типографская краска, но он уже готов предстать во всей красе на писательском форуме. Своё детище Нина Дьякова вынашивала больше 15 лет. Ровно столько прошло со дня издания последней книги. Поэтесса говорит, на поток это дело ставят только графоманы. Книжки издаются не так часто, потому что настоящие писатели, серьезные писатели, имеют внутреннего редактора. И прежде чем выпустить вот такую, казалось бы, тоненькую маленькую книжечку, я очень много думала, очень много перебирала. И каждое стихотворение заново, как вот, знаете, ну, рассматривала под лупой, годится, не годится. Да и дело это не дешевое. Издание сборника тиражом в 500 экземпляров поэтессе обошлось в 200 тысяч. Благо, муниципальный грант помог. В его рамках свои произведения завтра представят еще три амурских автора. Познакомиться с ними и другими работами местных литераторов смогут все желающие. Этот форум и проводится для того, чтобы популяризировать наших амурских авторов. Потому что мы глубоко убеждены, что все-таки у нас еще есть много очень белых пятен. У нас достаточно богатый ресурс литературного и исторического краеведения. И любовь к родине вообще-то начинается со знаний о своей малой родине. Кроме того, форум поможет молодым амурским авторам найти своего издателя. Кстати, последние продемонстрируют не только печатную, но и сувенирную продукцию, посвященную грядущему дню города. Продолжение следует...